Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать в нашем новом вебинаре из серии «Трейдинг управа края экрана» с Александром Элдером. Мы, как всегда, каждый месяц встречаемся, обсуждаем рынок, смотрим на интересные моменты. Ну и, что самое важное, мы получаем уникальную возможность учиться у Александра, потому что Александр всегда делится своим опытом. Прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками. И прежде чем переходить к торговле на реальном счету, важно с этими рисками ознакомиться. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, скажу пару слов о компании. Компания Admirals, мы являемся брокером, работаем уже более 20 лет, предоставляем сервис для трейдеров, для инвесторов. То есть в нашей компании есть возможность ввести инвестиционные счета или счета с использованием кредитного плеча. То есть каждый для себя может выбрать то, что подходит и по рискам, и по торговой или инвестиционной стратегии. Помимо акций также доступны и ETF. В принципе, все ключевые американские, европейские ETF. Вы можете из них формировать свой портфель и также держать долгосрочно. Все это можно делать как на платформе MetaTrader 5 или MetaTrader 4 или также в нашем мобильном приложении. У нас большое количество лицензий, поэтому здесь, в принципе, мы всегда рекомендуем. У нас присутствуют в наших вебинарах люди из разных стран, поэтому всегда мы рекомендуем обратиться к вашему персональному менеджеру, чтобы подобрать наиболее оптимальные условия, исходя из вашей стратегии, торговли и того, какие инструменты вы планируете для себя торговать. Из нового хотел бы также поделиться, что у нас буквально пару недель назад произошло изменение, и для наших инвестиционных счетов мы дали возможность торговать частями акций. Если раньше можно было покупать минимум только одну акцию, то сейчас мы запустили возможность как раз покупать дробными частями акций. То есть можно купить Google, Amazon, Tesla, то есть те акции, которые, в принципе, выглядят дороже. Если вы не планировали покупать там большое количество этих акций, то сейчас их можно делать, можно покупать как раз частями. То есть для или краткосрочной стратегии, или как раз формируя свой портфель, распределяя средства по разным активам. Со своей стороны также скажу, что мы в компании уделяем большое количество внимания этому обучению, поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц на русском языке, раз в месяц на английском языке присоединяется к нам, делится своим опытом. И также скажу, что для того, чтобы не пропустить наши следующие вебинары, во-первых, я рекомендую подписаться на наш YouTube-канал. Во-первых, сначала дам ссылку на канал, который на русском. Там мы всегда выкладываем записи, там же у нас проходит конкурс, о котором я расскажу чуть позже. И там вы, если мало ли пропустите, допустим, наш вебинар, то всегда вы запись можете посмотреть. И также вы можете подписаться на наш Telegram-канал, в котором мы как раз даем оповещение о всех вебинарах, о всех событиях, которые происходят, чтобы быть в курсе. Мы вас там об этом обязательно оповестим. И также хочу сказать для тех, кто смотрит, для кого комфортно также смотреть выпуски на английском языке, вы можете подписаться на наш англоязычный YouTube-канал и там также посмотреть записи с Александром. Ну а те, кто будет нас смотреть на YouTube, ссылочку я тоже в описании приложу, чтобы можно было посмотреть. И там также можно участвовать в конкурсе. То есть можно участвовать и на русскоязычном канале, и также на англоязычном канале. О чем мы поговорим сегодня? То есть мы, как всегда, поговорим о ключевых инструментах. Ну, наверное, одним из самых популярных комментариев под последним видео было предложение посмотреть еще раз биткоин. Давно на него не смотрели, поэтому, Александр, если вы не против, то буквально одним глазком на него посмотрим. Также мы поговорим о... подведем итоги конкурса. Да, у нас очень было много участников. Было много как раз предложений по компаниям, которые закрылись по тейк-профиту. Но в том числе были компании, которые находились в убытке или по ним был достаточно большой минус. То есть мы подведем итоги, огласим победителя и также некоторые бумаги разберем. Поговорим также о текущей ситуации на рынке. Ну, здесь, наверное, в первую очередь было бы интересно услышать мнение Александра. И, может быть, с этого стоило бы начать, как такое вступительное слово. Ситуация, которая сейчас происходит в мире, то есть в связи с Россией, с Украиной, понятно, что это отражается на рынок, не только на российский рынок, но и на европейский, на американский. Возможно, без вдавания, скажем так, в политику, потому что это не тема нашего вебинара. Но, по крайней мере, с точки зрения трейдера, инвестора, было бы тоже интересно узнать ваше мнение, как действовать в этой ситуации и что стоит и стоит ли что-то, в принципе, предпринимать. Ну и также у нас будет серия ответов на вопросы. В конце я также расскажу про то, как получить индикаторы Александра. И также в конце расскажу про правила конкурса. Вот. Наверное, максимально про план, что мы можем успеть на ближайший час я рассказал. А теперь, Александр, готов передать слово вам. Как всегда, с нетерпением ждем, жду я и наши участники этой встречи, потому что всегда эта встреча, это всегда можно унести иногда маленький, иногда большой кусочек новых знаний, которые можно также уже в своих дальнейших действиях, деятельности использовать. Александр, передаю слово вам. Спасибо большое, Роман. Спасибо за доброе вступление. И вы мне напомнили, напоминаете о том, как жена мне всегда говорит, не влезай в политику, не влезай в политику. На самом деле ситуация между Российской Федерацией и Западным миром, Украина только предлог. Это, конечно, в центре событий. И это играет роль на рынках. Про политику говорить не буду, но упомяну, что Гуверовский институт в Калифорнии много лет назад, лет 30 назад, выпустил книгу, которая называется «Поисковые списки КГБ». Я в этой книге числюсь два раза. У меня были очень плохие отношения с советской властью. Они пытались меня поймать, уничтожить, но, как вы видите, советской власти больше нет, а я до сих пор, так сказать, живу и радуюсь. Вкратце о рынке в Америке и потом немножко, значит, о ситуации международной, как она влияет на эти рынки. «Бычий рынок» закончился в Соединенных Штатах в декабре прошлого года. Я об этом писал, я об этом говорил неоднократно. И это связано с тем… Кстати, знаете, Роман, я вам потом пришлю график, и вы можете поделиться этим графиком со своей клиентурой. Очень ценный график. Он показывает, как, когда началась пандемия в марте, то есть началась она гораздо раньше, когда вспыхнула пандемия в марте 2020 года, то сразу у руководства штатов возникло совершенно определенное опасение, что сейчас экономика встанет и начнется тяжелейший спад в экономике. Федеральная резервная система ответила на этот кризис тем, что залила деньги и продолжала заливать деньги в финансовую систему. У Федеральной резервной системы есть законное разрешение выпускать деньги. Они их выпускают, но у них такие сложные задачи. Они должны бороться с инфляцией, бороться с безработицей. То есть закачивать деньги улучшает безработницу, ухудшает инфляцию. Короче, у них в резервах где-то обычно порядка 4 с чем-то триллионов долларов. И они закатали столько денег за 2020 и 2021 год, что их обычный фонд, который и так невероятно высокий, удвоился. В ноябре предводитель Федеральной резервной системы, господин Паул, кончался его в шестилетний срок, его нельзя уволить. Он назначает на 6 лет президент, уволить его нельзя. И он дождался, что Байден переназначил его. Через 2 недели оказалось, что у нас проблема с инфляцией, как он заявил. Поэтому деньги закачивать больше не будем, а наоборот начнем их откачивать из финансовой системы. Что происходит? Закатывать и откатывать. Федеральная резервная система создает деньги из воздуха, электронно создает деньги из воздуха и покупает ценные бумаги у банков. И вдруг у банков на руках оказываются огромные средства. Теперь, значит, они эти деньги, они начнут все эти бумаги, которых нельзя, начать продавать. То есть, когда они их продают, то деньги возвращаются к ним, они их ликвидируют, уменьшают свой запас. Федеральная резервная система, которая дала нам колоссальный бычий рынок 20-21 годов, собирается в этом году минимум 6 раз повысить учетную ставку, учетный процент. И, кроме того, они будут отсасывать деньги. Если это не медвежий рынок, то это все началось в декабре. Рынок обвалился. Вы смотрите на… Кстати, смотрим на… Спасибо большое, Роман, вы выставили график S&P. Смотрим на левую сторону, где недельный график. И мы видим, как в декабре возникло жесткое медвежье расхождение. Рынок поднялся до новых высот. Но если вы смотрите на уровни графиков MACD-линий, MACD-гистограммы и индекса силы, вы видите, что, конечно, были колоссальные медвежьи дивергенции повсюду. И, значит, вот это был звоночек, который меня разбудил. Рынок грохнулся очень сильно в январе. И он нарисовал фигуру, которую моя давнишняя московская переводчица, переводя мою книжку с английского на русский, назвала «Хвост кенгуру». Кенгуру отпрыгивает от хвоста, и рынок отпрыгивает от хвоста. То есть рынок нарисовал хвост кенгуру и прыгнул вверх, куда? В зоне ценности. И сейчас, значит, он откатывается в последнее время. И, как я считаю, он тестирует вот этот хвост с тем, чтобы дать какой-то ралли, какой-то взлет. Это, значит, все началось до событий на украинской границе. Западная иллюзия, которая есть у всех практически диктаторов, что Соединенные Штаты – это как бы закончившаяся сила. Такая иллюзия была у Гитлера. Такая иллюзия имеется в Китае. Они считают, что Штаты – это умирающая система. И президент Российской Федерации тоже, так сказать, придерживается, очевидно, такого мнения, судя по его публичным заявлениям. И, значит, он решил переделать мир. Решил переделать мир, стать, опять, главой Восточной Европы, чтобы американцы сматывали удочки из Прибалтики, из Венгрии, из ИС. И, значит, первая, первая мишень – Украина. Но Украина не является членом НАТО. Байден заявил совершенно, что он не отдаст ни сантиметра земли НАТО без боя. То есть вторжение в Прибалтику, вторжение в Венгрию, в Польшу будет разнозначно оцениваться как вторжение в Соединенные Штаты, и ответ будет соответствующий. И пригрозил санкциями. Пригрозил санкциями, причем крайняя санкция была бы отключение России от системы SWIFT. Я объясняю это на примере людям тем, это так. Представьте себе, что вы получаете извещение из банка, что вы лично отключены от банковской системы. Отключены. У вас нет чекового счета, у вас нет сберегателя. Все счета заморожены, значит, деньги лежат, трогать их вы не можете. Кредитные карточки пользоваться вы не имеете. Отменили все кредитные карточки. Вот все. Значит, вы вне банковской системы. А теперь это улучшит вашу жизнь или ухудшит? Как вы будете вообще… Нельзя выйти в режим онлайн, что-то купить. Вот вы отключены от банковской системы. Все, вас там больше нет. Я, представьте, то же самое применяется к стране. И это самая крайняя мера. И это, так сказать, козырная карта, которую Соединенные Штаты держат пока что в запасе. И когда… Я сказал с самого начала, я не ожидаю вторжения на Украину, на территорию Украины. Но российский президент не может просто сказать, ну ладно, не вышло, мы уходим. Он должен чего-то сделать, чтобы сказать, показать, какой он большой и сильный. Он великолепный карточный игрок. Он играет очень сильную игру со слабыми картами. Надо что-то сделать. И он решил ввести бронетехнику в так называемую Донецкую и Луганскую республики. В принципе, это ничего не изменило. Российская армия там и раньше была, и просто сейчас она перестала, они в погонах там ходят. Это не так вот. Это не изменило ситуацию практически. И все вздохнули с облегчением. То есть, я видел, что российский рубль поднялся на 2%. В Америке акции стали стабилизироваться. Вот так вот. И похоже, что ситуация будет заморожена. То есть, это будет очередная Абхазия, это будет очередное Приднестровье, очередная Северная Осетия. Мы это кино уже смотрели. И поэтому рынки дышат с неким облегчением. И поэтому, я думаю, что стоит ожидать некоего взлета на рынках. Не прекращение медвежьего рынка. Медвежий рынок нам предстоит в этом году. Первая стадия прошла. Дальнейшее продолжение следует. Но в краткосрочном диапазоне, я думаю, нам следует ожидать взлета на рынках. Просто вздох с облегчением. Что стрельба не началась. Роман, надеюсь, вас встраивает такое короткое выступление. Очень избегая мои политические взгляды, мои собственные. И я не хочу их никому навязывать. Хотя, конечно, как всякие человеки, я считаю себя абсолютно правым. Все остальные – это шутка. Давайте посмотрим рынки. Значит, это вот такой взгляд и вещь, что ситуация стабилизируется. Значит, у нас имеется очередное Приднестровье, очередная Северная Осетия. И к этому уже как бы привыкли. Смотрим на график. Значит, график S&P. На недельном графике мы видим такое как бы двойное донышко выстраивается. Хвостки тестируется. И похоже, что он этот тест прошел. И на дневном графике имеется очень такая хорошая бычья дивергенция. К сожалению, нет ложного пролома. Вы знаете, вот моя любимая торговая система – это ложный пролом с дивергенцией. В данном случае ложного пролома нет. То есть донышко, которое было вычерчено вчера, не пробило январское дно. Но при этом, если вы посмотрите на графики MACD линий, MACD гистограммы и индекса силы, вы видите дивергенцию вот так вот прыгает с экрана и хватает за лицо. Такое пропустить нельзя. И обратите внимание, вы смотрите на график в режиме реального времени. Посмотрите на крайний штрих этой гистограммы. Он зеленый сейчас, да? Только что был красный, а до этого опять зеленый. То есть вот так вот, на лезвии бритвы. На лезвии бритвы. Но как только он… Если сегодня закроется зеленым, то значит это подтверждение, что нам предстоит, скорее всего, ралли. Взлет. Мишень ралли. Довольно точной мишени, естественно, у меня нет. Но приблизительно… Вот Роман уже слышал меня столько раз. Наверное, если бы я замолчал, он бы стал выступать. Зона ценности. Зона ценности. Взгляните, предыдущие два взлета после января. Оба ударили по зоне ценности и немножко ее превысили. Нет, раньше Роман… Вот это первая, тоже такой маленький хвостный. И вторая, да? Вот это вот примерно ориентировочная мишень зоны ценности. Иногда перелет, иногда недолет. Но, в принципе, зона ценности – это… Вот так вот. Давайте посмотрим другие графики. Вы обычно любите смотреть на DAX и так далее. Да, давайте посмотрим на DAX. Я сейчас его открыл. Согласно моему учебнику географии, Германия ближе к российско-украинской границе, чем Соединенные Штаты. Поэтому, естественно, они отреагировали на события гораздо тяжелее. Январский донышко было пробито и пробито глубоко. Но сейчас мы видим похожую систему на дневном графике. Сильный пролом в начале этой недели. И сейчас, значит, цены начинают возвращаться. В принципе, все дышат с облегчением. Так что не такой яркий график, как в Соединенных Штатах. То есть, если мне делать выбор, покупать ETF американский или немецкий, то, конечно, без разговоров американский. Что еще посмотрим? Давайте посмотрим евро-доллар. Вы знаете, трудно сказать что-либо специфическое. Потому что евро лихорадит. Я стал быком по евро в октябре. Колоссальный таблом в ноябре оказался для меня сюрпризом. И за ним последовал такой же дикий взлет до новых высот в январе. И сейчас евро... Вы знаете, я не слежу сильно за евро. Я слабо слежу. Америка интересная страна. На севере у нас один сосед на севере, один сосед на юге. Сосед на севере безопасный, дружественный, сосед на юге невраждебный и слабый. Поэтому, когда американец доходит до пляжа, смотрит на Дехи-океан или на Атлантический, на этом мир кончается. Америка – это единственная страна, где никто не знает соотношение валют. Спросите у любого европейца, сколько сейчас евро-доллар? Практически каждый ответит. Спросите у американцев, я не думаю, что 5% будут знать этот ответ. И, к сожалению, это как бы обтерло себя от меня. Я вижу некоторые экстримы, но на сейчас евро и доллар, они крутятся вокруг зоны ценности. Я люблю рынки, которые отходят от зоны ценности. Например, на дневном рынке вот этот конверт, который, кстати, вычерчен с помощью софта Admirals, который я им дал, он показывает, что когда евро в депрессии, его надо покупать, а когда евро в маниакальном состоянии, возле верхней границы, его лучше продавать. А сейчас евро правильно оценен, и поэтому я смотрю на него, и я не вижу в этом сделки. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим золото. У золота два двигателя. Инфляция и страх. И сейчас оба двигателя работают на всех оборотах. Золото находится в бычьем рынке. И на недельном графике, и на дневном. Единственное, что я скажу, что… Я никогда не говорю единственное. Вы знаете, есть два типа трейдеров. Есть систематические трейдеры. Вот они заводят компьютер, и все, значит, компьютер для них принимает решение. А есть трейдеры, даже по рассуждению, наверное, по-русски рассказать. Вот я смотрю на графике, я нахожу ситуацию, в которой я хочу торговать. Но где-то на высоком уровне, на высоком уровне качества и того, и другого класса трейдеров происходит такое довольно сильное слияние. И хотя я трейдеры как бы по соображению, но у меня есть совершенно жесткие правила, систематические правила. И одно из этих правил – я никогда не куплю выше верхнего конверта и никогда не продам на понижение ниже нижнего конверта. А золото сейчас находится выше верхнего конверта на дневном графике. Поэтому, что касается торговли золота, я его смогу купить, когда будет откат на дневном графике, куда-то вот в зону ценности, в район зоны ценности. Хоть бы пониже этой красной линии, пониже краткосрочной скользящей средней. Понимаете, покупать выше конверта, я это называю покупка по принципу наибольшего дурака. То есть человек говорит, ценность золота, я смотрю на красную и на синюю линию, ценность золота где-то порядка 1860-1870 долларов. Это ценность золота. А цена на него сейчас 1903 у правого края. Значит, если я его куплю, то я дурак. Я переплачиваю 40 долларов за свою покупку. Но я надеюсь, что я встречу еще большего дурака дальше по дороге и продам ему еще дороже. Это очень опасный вид мышления, потому что на рынке дураков на самом деле практически нет. Это бизнес, который не привлекает глупых людей. Азартных игроков сколько угодно, но глупых нет. Поэтому покупать по принципу наибольшего дурака – это очень рискованная идея. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на нефть. Нефть – это как кровь экономики. Кровь несет кислород, на котором сжигаются калории и получается энергия. И то же самое с нефтью. Мы видим бычий рынок на недельной графике в первую очередь. И он подтвержден на дневном. Должен сказать, что у меня чешутся руки уже больше месяца найти акции нефтяных компаний и сыграть на понижение. Но вот уже месяц я их не могу найти, а ищу каждую неделю. Я люблю играть на разворотах. Личный выбор. Есть люди, которые любят играть с трендом. Есть люди, которые любят играть на разворотах. Я отношусь к последней группе. И я говорю, руки чешутся найти нефтяные акции и закоротить. И не могу их найти. То есть акции сколько угодно, но акции, которые соответствуют моим правилам, я не нахожу. И поэтому я делаю то, что когда-то много-много лет назад мне посоветовал один товарищ. Он сказал, Алекс, приподними задницу и подсунь левую руку. Приними ее еще раз и подсунь правую. А теперь сядь и хорошо сиди. Вот так вот. Тренд вверх. И поэтому единственное, чтобы я посоветовал то, о чем мы говорили про другие рынки. Периодически во время этого бычего великолепного тренда дневной рынок, Роман уже видит, что я хочу сказать, откатывается в зону ценностей. И этих откатов очень много на самом деле. Последний откат был довольно глубокий. Он пробил зону ценности даже на один день. Но обычно эти откаты просто заходят в зону ценностей. Поэтому можно каждый день разместить приказ на покупку в зоне ценности. А потом, по мере того, как нефть приближается к верхнему конверту, не дожидаться, чтобы она ударила по нему. Но когда она приближается к верхнему конверту, ее продать и ждать новой покупки. Спасибо, Александр. Ну и тогда по просьбе трудящихся, которых было очень много, биткоин. Пожалуйста, пожалуйста. Новое платье короля. Начну с чистосердечного признания. Я скептик по биткоину. Я торговал биткоином один раз, только потерял 2000 долларов. Небольшие деньги. И с тех пор его не касался. Но я скептик не поэтому. Скептик не из-за нерзких долларов. Биткоин основан на совершенно великолепной технологии, которая скоро пронижит вообще всю нашу жизнь. Но как деньги, как деньги биткоин. У денег есть две главные функции. Это как хранилище ценностей и средства обмена. Как можно называть хранилищем ценностей то, что может подскочить на 50% за месяц или опуститься на 40%. То есть это прекрасный инструмент для многих людей, для спекуляции. Но как валюты, я думаю, большого будущего здесь нет. Смотрим на недельный график. Был совершенно замечательный пролом вверх, ложный пролом. И дивергенция NACD линий и в какой-то степени гистограммы. И с тех пор биткоин шел вниз. Он упустился от где-то 65 тысяч до 30 с копейками. То есть 50% потерял за пару месяцев хранилище ценностей. Сейчас у правого края биткоин пытается испытать дно, которое он установил в январе. Причем почему это дно в январе? По рынку били маржин колы. По рынку били маржин колы. По рынку акций. И спекулянтов вытряхивали. Раздается звонок от брокера. Или приходит имел от брокера. Добавь денег или сейчас мы тебя продадим. И вот так вот вытрясли очень многих людей. И те же самые люди, у которых не было достаточно денег, чтобы акции держать, те же самые люди играют в биткоин. И поэтому донышки совпали по времени. Сейчас биткоин опускается. Он похож. Его график похож на график акций. Но посмотрите, если вы помните, как качество дивергенции на графике S&P и качество дивергенции здесь. В МСД-гистограмме вообще дивергенции нет. В индексе силы тоже нет дивергенции. Поэтому мое отношение к сегодняшнему взлету в биткоине очень подозрительное. Очень подозрительное. Не знаю, что еще сказать. Можно посмотреть на срочный график. На 25-минутный, на 5-минутный. Но опасная игра. Опасная игра. Но масса удовольствия на будущее. Спасибо, Александр. Я думаю, что теперь мы можем как раз по традиции посмотреть наших участников, кто присылал нам предложение на конкурс. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана и покажу. Пока общий вид. У нас было 19 заявок на русскоязычном канале под последним видео. было много сделок. То есть в этот раз, во-первых, больше, чем обычно. Во-вторых, больше сделок, которые закрылись полностью, выполнив все условия. То есть сработали по тейк-профиту. Ну и, собственно, мы в первую очередь проверяем как раз такие сделки. Самая прибыльная сделка была по компании Robinhood. Один из наших участников, который, кстати, выиграл в предыдущем месяце. Предлагал ее купить как раз после того, которого падение было. И фактически сделка составила порядка 25%. И была еще одна позиция чуть позже, которая уже буквально пару дней назад предлагалась на шорт. То есть мы их тоже, я предлагаю посмотреть. Я уже сделал графики. Но так как у нас по традиции, если человек уже побеждал, то есть Алексей, мы книгу вам уже отправим. Это хорошая тенденция, что вы два конкурса подряд побеждаете. И мы подарим книгу как раз тому участнику, который предложил акцию стикером BILI. Это китайская компания. То есть там тоже рынок отскакивает от тех визов, которые были. Но, тем не менее, по нашим правилам, сделка была, был предложен вход, take profit, stop loss. Сделка реализовалась по take profit. И общее движение составило порядка 17%. Но также были участники, которые показали результат по закрытым сделкам 12%, 14%. Вы сейчас увидите перед собой. И также были бумаги, которые показали убыток. Я бы тогда предложил посмотреть некоторые бумаги как раз на графике. Я по ним уже сделал картинки. Вот сейчас, наверное... Это Худ. Да, это Робин Худ компания. Блестящая сделка, совершенно блестящая сделка. Слов нет. То есть это либо очень умный человек, либо очень удачливый. Роман, чуть-чуть мельче... Мы потеряли... Прекрасно. Потеряли долгосрочный график. То есть этот участник, пытаюсь имя найти, но не вижу. Этот участник поймал действительно блестящий взлет. Акция была выпущена на... Робин Гуд была колоссально популярной акцией среди вот таких новичков-игроков. Ее выпустили на рынок в очень удачное время. И она в первую неделю котировалась по цене от 40 до 80 долларов. А на сегодняшний день она и 10 не стоит. То есть акция совершенно сгорела. Но был момент, когда она упала очень низко. И, извините, я слышу шум. Роман, вас беспокоит или нет? Я могу пойти и сказать, что прекратили. Сейчас уже вроде не слышно. Окей. На недельном графике даже трудно отловить эту сделку. Но если посмотреть на дневной график, этот участник поймал ложный пролом вниз, блестящие дивергенции МСД-гистограмма, индекс силы. И продал ее очень хорошо, когда она стала опускаться чуть ниже. Одну секундочку. Так. Так. Нойс. Сори. Извините. Продал очень удачно, когда акция начала опускаться. Причем я думаю, что если он действительно такой хитроумный, что он ее купил так хорошо, что если бы он сидел перед экраном, он, наверное, продал бы ее гораздо раньше. Потому что мы видим неоднократные попытки этой акции подняться. В первый раз, значит, в первый раз, раз, два, где-то три дня после входа она поднялась, потом осела. Еще раз поднялась, опять осела. Все хорошо, тренд вверх. А потом в третий раз поднялась чуть-чуть выше синей линии и не смогла продолжать, сказать, движение дальше. Наверное, если бы этот человек мог контролировать ее в режиме реального времени, вот туда бы он ее продал. Ну, вход был блестящий совершенно. Снимаю шляпу. На самом деле здесь выход был вот в этой точке. Это у меня просто две линии наложились. А вот это как раз позиция, которую предложили буквально несколько дней назад на шорт. А, блестяще, блестяще. А, шорт прекрасный. То есть акция установила тренд вниз. Я не понял, что это вторая сделка. Замечательная сделка тоже. Очень-очень быстрые ребята. Очень хорошо схватили. Да, то есть как раз между сделками-то буквально три недели прошло. То есть одна как раз была налонг, и вот вторую на шорт предложили там буквально несколько дней назад. Но она еще не закрыта, то есть она еще активна. Еще не дошла до... Я не хочу давать советов людям, как вести свои сделки, потому что я не знаю их личные, не знаю их финансового положения, не знаю их толерантности к риску. Я только хочу сказать, что если я прав, что рынку предстоит ралли, предстоит взлет, то я бы не засиживался на прибыли очень долго. То есть имеется выгодная сделка, и деньги в кармане лучше, чем деньги воздуха. Спасибо, Александр. Еще одна бумага, которая была из положительных, это BILI, тикер китайской компании. Тоже здесь вот недельный график, совсем тоже краткосрочная сделка. То есть вот здесь на дневном был, соответственно, вход, и вот здесь по тейпрофиту выход. Очень удачно. И, наверное, две сделки, которые тоже хотелось бы посмотреть, в плане, точнее, три сделки, которые у нас были выточнили. Вот еще одна компания PayPal, которую, видимо, здесь участник, здесь как раз была предложена сделка на лонг, после отчета, то есть прошло там как раз пару дней, открылась сделка, и стоит стоп-лосс, причем пока по тому предложению, которое было, сделка активна, то есть вот до сих пор, вот уровень стоп-лосса до него не дошла. И вот здесь тейпрофит, видимо, на закрытие того депа, который был после отчета. Вы знаете, тут не очень далеко отсюда, я в двух часах от Бастона, и там в пригороде Бастона живет очень-очень знаменитый, бывший управляющий деньгами. Он был одним из самых видных управляющих в Америке и сделал большие деньги, и ушел. Ушел с рынков, богатый очень человек, естественно, и занимается взрослыми своими детьми и благотворительностью. Он такой очень религиозный товарищ католик. Питер Линч, его зовут Линч. И он написал очень хорошую книжку про биржу с очень многими такими хорошими высказываниями. В частности, он сказал, «Пытаться поймать дно – это как пытаться поймать падающий нож. Всегда хватаешь его в неправильном месте». То есть, наш участник, который решил купить PayPal после того, как он так вот колоссально упал, пытался поймать падающий нож. А нож ему порезал руку. И причем стоп далеко, мишень прибыли близко. То есть, все верх ногами. Неудачная сделка. Неудачная сделка. Почему? Я это говорю не для того, чтобы посыпать вам соль на рану, а просто для того, чтобы предупредить, что таких вещей делать, в принципе, нельзя. Надо видеть, что какое-то дно формируется. Как вот мы только что видели график. Робин-Худ. Сформировалась донышко. Сформировалась донышко. Ложный пролом. Дивергенции. Все. И очень удачная покупка. Или вот сейчас у правого края другой участник, который продал на понижение эту акцию. Ложный пролом. МАС-дегистограмма завернула вниз. Индекс силы слаб. Опять-таки, много позитивных факторов. А если мы вернемся к этой картинке PayPal, да, падающий нож. Но я самый умный. Я его сейчас схвачу в воздухе. Не стоит. Не стоит. Спасибо, Александр. И еще одна была бумага как раз вот Bank of America. Тоже здесь была предложена сделка на шорт. Но тут тоже, наверное, вопрос такой, почему эту акцию добавил. Просто ваше мнение, в принципе, относительно банковского сектора. То есть имеется в виду, что видно, что тренды восходящие. Возможно, при повышении ставок также банки будут этого выигрывать. То есть в целом сделки на шорт, тем более там в середине фактически движения. То есть насколько это разумно. Вы знаете, опять-таки, ошибки, которые прыгают на меня с экрана. Самое первое и самое главное. Самое главное, что совершенно верно. Вы можете эту лекцию читать вместо меня. Имеется импульсная система. Импульсная система – это не система торговли. Это система цензуры. Это система, которая говорит, нельзя. Когда импульсная система зеленая, играть на понижение нельзя. Она зеленая на недельном графике и на дневном. То есть это цензура, это ошибка. Это ошибочная. А кроме того, что касается… Сделка была произведена в зоне ценности. Зона ценности, в ней я позволяю себе купить или сыграть на понижение только по тренду. То есть тренд на недельном графике, он на самом деле вверх до сих пор. Недельный тренд вверх. Поэтому если дневной график откатывает в зону ценности, то это мне разрешает там совершить покупку. Но когда недельный график в зоне ценности, и еще импульсная система зеленая, какая продажа на коротко. Поспешил, поспешил, поспешил. Ну, на ошибках учимся. Вы знаете, Роман, если я что-то умное могу сказать про рынки, это не потому, что я такой родился. Я совершил все, почти все мыслимые ошибки на бирже. Но я учусь на них, учился на них. И до сих пор мелкие ошибки какие-то происходят. Просто я в свое время, когда нанимал людей, когда у меня был какой-то бизнес с какими-то людьми, я всегда говорил, я ожидаю, что вы будете делать ошибки. Это свидетельство того, что вы думаете, что вы мыслите, что вы экспериментируете, пробуете что-то новое. Что я абсолютно ненавижу. Это повторение ошибок. Спасибо, Александр. Мы тоже разбираем вот эти сделки. Как раз благодаря вашим комментариям, я думаю, что наши участники смогут чуть меньше делать этих ошибок. Прекрасно. И, наверное, похоже здесь тоже ситуация. Последняя бумага, которая есть у меня, раздел скриншот, это компания Fastly. Похожая картина. После отчета бумага упала, и как раз вот здесь участник купил. То есть уже не было никакого дна. То есть и вот очень похожая картина, как на предыдущую. Да. Я учусь у вас. Прекрасно. Вы знаете, Роман, хороший совет трудно дать, а принять его еще труднее. Спасибо, Александр. В принципе, здесь, наверное, с моей части мы все посмотрели, да, то, что хотелось. Если, может быть, буквально там 6-7 минут можем посмотреть на вашей платформе как раз ключевые компании, там Google, Apple, да, то есть вот Facebook, да, то есть то, что... Вы мне прислали список. Так, одну секунду. Смотрю на свои пироги. Боевой день такой по сделкам. Так, я иду, я нажимаю на Zoom. Должен выскочить... Так, как... А, вот, Share Screen. Вот. Так, 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 так. Где, 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 где? VMware Fusion. И... Сейчас вы видите, да? Да, 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 сейчас мы видим. Прекрасно. Давайте посмотрим несколько графиков и потом... Вы знаете, очень хорошие вопросы пришли сегодня. Несколько очень хороших вопросов. И я хотел бы обязательно оставить время для них. Давайте посмотрим некоторые из самых таких крупных акций. Facebook, да? Кстати, есть совершенно замечательный фильм. Называется Social Network. Я не знаю, как он по-русски называется. Социальная сеть. Да, очень стоит посмотреть. Очень стоит посмотреть. Замечательный фильм. Цикер, он жулик этот Цикерберг. Он украл эту идею. Его люди наняли, чтобы он был у них программистом, а он у них спер идею и раскрутил их лучше, чем они могли бы ее раскрутить. Но, тем не менее, он спер это у них. Не все так хорошо в Facebook вам королевстве. Акция котировалась почти в 400 долларов прошлой летом. На сегодняшний день 200 долларов. Распродажа. Но это опять-таки цена идет вниз. Цена идет вниз. Импульсная система красная. Естественно, возникает мысль. А не пора ли купить эту распродажу? Совершенно резонный вопрос. Индекс силы показывает экстремальное... На рынке паника. Люди выбрасывают эту акцию почем зря. МСД гистограмма достигла уровня совершенно нереального. Паническое одно строится. Но смотрим на цвет. Импульсная система красная. Покупка запрещена. Смотреть можно. Как чужая жена. Смотреть можно, а трогать нельзя. Переходим на дневной график. Переходим на дневной график. Импульсная система стала синяя. Значит, можно делать что-то хочешь. Но дивергенции никакой нет. То есть, имеет столько движения. Акция медленно оседает. И наверняка какие-то гении скупают ее. Ну как, с 400 до 200. Давай купим. Она каждый день дешевле. Каждый день дешевле. Так что, Питер Линч, не лови падающий нож. Дай ему воткнуться в землю. Потом поднимешь. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Вы хотели Apple. Другая система. Другая акция. Другая система. Недельный график. Тренд вверх. Медленная скользящая средняя, желтая. Поднимается. Цена была порядка 185 долларов осенью. Сейчас она 160 долларов. То есть, где-то имеется 10% скидка. Такая очень цивилизованная. Импульсная система красная. Трогать нельзя. Смотреть можно. И поведение совсем неплохое. Выскакивают эти вот белые точечки. И я кликаю и смотрю. Значит, на этой неделе вот эта точечка находится на уровне 171 доллара. Значит, если акция будет котироваться выше 171, цена перестанет быть красной, станет синий. Кстати, еще лучше скажу. Красная линия. Красная линия. Быстрая скользящая средняя. Находится на уровне 167 долларов. Если акция поднимется выше 167, она будет выше красной линии. И таким образом импульсная система станет синий. То есть, Apple сейчас котируется по 103 доллара. Выше 167 сделка станет легальной на недельном графике. Запоминаем. Еще лучше записываем. Переходим в дневной график. Очень похожий график на график S&P, который вы нам показали раньше. Что происходит некое тестирование январского дна, ложного пролома, к сожалению, нет. Но настраиваются совершенно великолепные бычьи дивергенции. Их еще нет. Их еще нет, потому что импульсная система красная. Но опять-таки, смотрим по этой, где-то в районе 165 долларов система перестанет быть красной, станет синий. Но 165 нам мало. Сколько я сказал на недельном графике, было 167, по-моему. Но дневной график начинает вычерчивать бычью дивергенцию. Она есть и дегистограммы, и индексы силы. Вы знаете, я упоминал, по-моему, раньше. У меня была совершенно замечательная приятельница. Женщина прилетела в Америку с 68 долларами и стала очень богатой. Пентхаус, полеты в Европу на Конкорде, в офис ездила на Феррари. И сделав деньги на бизнесе, она переключилась на рынки и стала играть очень активно на финансовых рынках. Она мне как-то говорит, мне племянница говорит, тетя, я тебе дала 18 тысяч, а ты из них сделала 56. Я думаю, ты чего-то знаешь про рынки. Я говорю, твоя племянница права. Так вот, эта женщина, что бы она сделала с этим графиком? Она их распечатывала, только на белой бумаге, не на черной. Распечатывала и прикалывала к стене рядом со своей торговой установкой. И поэтому, каждый раз, подходя к своему столу, она видела, чего она ждет. Хорошие сделки очень редко прыгают на вас с экрана. Хорошие сделки складываются со временем. И вот эта сделка с Apple на повышение, она сейчас складывается. Сегодня ее еще нет. Завтра, может быть, будет. А может быть, позже. А может быть, на следующей неделе. Сделка совершенно четко складывается. И кто это будет помнить завтра-послезавтра? А, так давайте распечатаем ее и красным карандашом пометим, какого уровня мы ждем, чтобы купить. Вот система, да, без компьютера, только головой. головой. Может быть, третью акцию, а потом есть кое-что, что я хотел бы вам показать. Microsoft. А, вы знаете, кстати, вопросы еще пришли. Роман, если мы минут на пять, максимум десять, затянется тем вебинаром, вас не расстроит? Меня нет. Если у вас есть время, то с удовольствием. С удовольствием. Я просто посматриваю свои сделки, они себя ведут очень прилично, поэтому, я скажу, не могу. Не требует большого внимания. А, так, значит, еще одну акцию. Давайте посмотрим Google. Google или... А, Microsoft. Microsoft. Опять-таки, недельная... Происходит распродажа. Microsoft продавался по 350 долларов. На сегодняшний день 286. Это где-то 20% скидки. Лучшая скидка, чем в Apple, но это не значит, что это лучшая сделка, потому что большая скидка, значит, может быть, это менее сильная акция. Импульсная система красная. Покупать не имеем права. Импульсная система красная. Смотрим на индекс силы внизу. Намечается очень красивая бычья дивергенция. Переходим на дневной график. Импульсная система красная. Трогать нельзя. Но намечается очень красивая дивергенция МССД гистограммы, МССД линий и индекса силы. Тройная дивергенция. Вот так вот надо планировать сделку. То есть, не то, что вот сегодня проснулся, посмотрел на экран, выскочил, побежал. Хорошие сделки складываются небыстро. И их распознаешь немножко издалека, начинаешь их выставлять и на основании этого действуешь позже. Несколько вопросов, и потом, может быть, я вам покажу пару, и в ответ на один из вопросов я хочу показать пару акций. Зармик спрашивает, при открытии позиции стоит ли обращать внимание на цвет импульсной системы дневного графика S&P. Вы же торгуете не S&P акцией, поэтому нужно следовать импульсной системе по акции, а не по S&P. Александр спрашивает, мы могли бы показать пару сделок с TBX. TBX, это имеется в виду точка входа, как сокращенно. А я это решил, потому что есть, видите, TBX, это вот что здесь, это ETF бандов. Наверное, я на ходу не отвечу, мне нужно было заранее подготовить график, так что, к сожалению, в следующий раз, может быть. Да, надо было заранее. Я не знал, я... TBX, это ETF 7 до 10 летних ценных бумаг. Недельный график. Ну, кстати, недельный график повышается, имеется четкий бычий рынок. Последний взлет ACD был выше предыдущего. Ценные бумаги повышаются в цене, и на дневных рынках периодические откаты в зону ценности, прекрасная зона покупки. Да, TBX. Сергей спрашивает, вы в своих книгах писали, что если на дневных графиках сформировалась дивергенция в гистограмме на ACD, вы готовы пренебречь недельным графиком. Это такая единственная ситуация. Вы сейчас придерживаетесь такой же позиции или нет? Вы знаете, очень хороший пример, который вот только что выскочил, Microsoft. Допустим, Microsoft станет, импульсная система будет прямо сегодня, может развернуться и стать синий. То есть дивергенции есть, но ложного пролома нет. То есть я смогу пренебречь недельным графиком, только если есть и дивергенция, и ложный пролом. И то, и другое. А тут одного года. Что-то шумный день сегодня, строжевая команда разлавилась. Наверное, почтальон пришел. Сложный вопрос от Валентина и от Сергея. Как вы переносите стопы, когда цены идут в вашу сторону? Перемещаете согласно полутора АТА? Подскажите, какого значения от максимума нового дня или от цены закрытия? Вы знаете, у меня нет формального подхода такого. Когда цены начинают идти в мою пользу, я просто смотрю уже больше по графику, чтобы предыдущая донышка не было выбито, нижняя точка предыдущего дня. Вот такие вещи. Можно это делать на основании, конечно, АТА. У меня есть друг, партнер в спайк трейд, и он выходит из своих позиций всегда в три шага. Первый шаг минимальный мишень, второй шаг сильный мишень, а после этого он ставит на автомат вот эти вот АТА стапы и в надежде поймать большой какой-то тренд. Я к этому отношусь гораздо проще. Когда тренд начинает идти в мою стоп для того, чтобы предохранить меня, а когда тренд начинает идти в мою пользу, то я это уже как бы делаю вручную. Проще. Наталья задает интересный вопрос. Ситуация на рынках такова, что и китайские акции, и биткоин, и половина европейских акций, а также американские находятся в обвале или сильных коррекциях. А где деньги? Как вы думаете, куда вкладываются сейчас институциональные игроки? Кэш, бонды или куда? И когда они вернутся на рынок, если просадка будет 25-30-40%? Во-первых, я не знаю, что секретов институциональных трейдеров, что они покупают или что они продают. Трудно быть институциональным трейдером, потому что это как управлять танкер. Чтобы повернуть танкер, нужно несколько миль пройти, в отличие от байдарки, в которой мы как одиночки катаемся. Но надо высматривать акции, думается мне, у которых есть положительная информация, про которые знает толпа, хорошая фундаментальная информация и хорошая техническая система. Одну из таких акций мы уже рассмотрели сегодня, это Apple Computer. Могу показать вам еще может быть одну или две. Например, пандемия подходит к концу и одна из основных компаний, которые помогли завершить этот процесс, это Moderna. Это компания, которая разработала вакцину, основанную не на... Это не живая вакцина, потому что в России и в Китае делают по старинке. Это вакцина, которая влияет конкретно на генетику вирусов и учит генетику человека сопротивляться этим вирусам. Это самое эффективное... Pfizer это более популярные вакцины, у них просто фабрик больше, их больше фабрики. Самая эффективная вакцина это Moderna. И они объявили, что они сейчас практически победив китайский вирус. И они готовы к новым вариантам. То есть у них все на ходу, что если возникнет новый вариант, это будет вопрос очень короткого времени подогнать вакцину под новый вариант. Они сейчас собираются на первой строке нового плана разработать вакцину против герпеса, венерическая болезнь, против я не знаю как по-русски называется шинглс. Это когда типовит кори, но это когда по ребрам у людей очень кожное такое очень больное заболевание слышал. И два типа рака. То есть представьте себе компания, которая буквально за месяц разработала вакцину против вируса. Сейчас берется за одно вензоболевание, до 10% населения страдает, еще за одно и два довольно серьезных, довольно частых раков. Вот так вот. Серьезная компания, серьезные прогнозы. Смотрим на графики. Модерна, я немножко уплотню эту графику, чтобы больше показать историю. Акция довольно новая, была выпущена в публике только в 2019 году и стоила меньше 50 долларов. Как началась пандемия, она взлетела до 500 долларов и после этого начался спад. То есть люди ставят деньги на будущее, а не на сегодняшнее. И на сегодняшний день эта акция стоит 136 долларов и 72 цента. Импульсная система синяя в недельном графике, значит, покупка разрешена. Гистограмма поднимается, бычья дивергенция на индексе силы. Смотрим на дневной график. январская донушка, вот здесь это было 24 января, когда паника была на рынке, январская донушка была 138 долларов 17 центов. На сегодняшний день 135 долларов 48 центов, то есть происходит пролом на новые низы. Сегодня вечером, после того, как рынок закроется, или завтра утром, после того, как он откроется, до того, как он откроется, то есть не помню, это будет то ли сегодня ночью, то ли завтра до открытия. Компания объявит свои, выдает свое объявление о доходах. И естественно, что перед таким объявлением покупать не стоит, импульсная система красная, но если завтра после объявления о доходах импульсная система перестанет быть красным, то это станет совершенно легальной покупкой. Вот вариант того, о чем думают институциональные трейдеры, но по крайней мере серьезные, мыслящие люди. Крупная компания типа Apple, типа Moderna с хорошими и технические показатели, которые подходят к тому, чтобы дать сигнал. Последний вопрос от Сергея. Если оставить график без индикаторов, как думаете, насколько ухудшатся или нет результаты торговли? Я бы не стал торговать без индикаторов. Для меня это индикаторы очень помогают. Если оставить только один индикатор, какой бы вы оставили, какой бы вас. Наверное, скользящие средние, самый простой. Но, конечно, я люблю их несколько. Скользящие средние, конверты, МСД, гистограммы и линии, индекс силы. Это моя обойма. Обойму винтовку на охоту. Окей. Равно думаю, что сказал все, что успел. Сейчас у нас прошел час после минут. Надеюсь, желаю всем всего самого лучшего. Спасибо за интересные вопросы. Учитесь и увидимся через месяц. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что у нас сегодня как всегда плодотворно рассказали очень много информации. Спасибо вам большое за это. Ответили на большое количество вопросов. Интересные вопросы наши участники прислали. спасибо вам. Увидимся через месяц на нашем русскоязычном вебинаре, на англоязычном вебинаре. Я еще пару слов скажу по поводу конкурса. Поэтому, уважаемые участники, сейчас мы попрощаемся с Александром, но я еще пару минут вашего внимания займу, как раз, чтобы пояснить про конкурсы. Кстати, один участник, который написал, пока мы обсуждали, я проверил цифры, и у нас два победителя, которые одинаковую цифру показали, я неверную цифру записал, поэтому я об этом тоже сейчас скажу. Всего хорошо. Спасибо, Александр. До свидания. Уважаемые участники, и те, кто смотрит нас уже непосредственно в записи, я расскажу по поводу, во-первых, индикаторов, то есть то, как сейчас вы видели перед собой, мы рассматривали на платформе Trader 5, система Александра, она доступна для клиентов Admirals, доступна она при наличии реального счета, если вы уже клиент или планируете им стать, то как раз активный счет, пополненный на сумму более 200 евро, даст вам возможность пользоваться этими индикаторами без ограничений. сейчас я также пришлю ссылку на почту, если у вас еще ее нет, чтобы вы смогли отправить свой запрос, но те, кто смотрит нас в записи на YouTube-канале, ссылка, точнее, сама почта будет в описании. Присылайте ваш запрос, в любом случае, если вы еще не клиент Admirals, то мы вас ориентируем, подскажем по торговым условиям и ответим на все ваши вопросы, которые будут. можете отправить запрос, дальше уже по всем шагам мы вас проведем. Также по поводу конкурса, еще раз, я напомню, что конкурс у нас проходит на YouTube-канале, сейчас я прикладываю еще раз ссылку на YouTube-канал, чтобы те, кто у нас сейчас в Zoom-е, смогли на него подписаться, если этого еще не сделали, и принять участие в следующем конкурсе. И в том числе вы можете подписаться как раз на наш англоязычный YouTube-канал и там тоже принять участие в конкурсе. Вот сейчас тоже ссылочку присылаю. Соответственно, правила, они достаточно простые, то есть я пойду поэтапно, это подписаться на YouTube-канал Admirals, поставить лайк под видео, последнее видео с последним вебинаром, который будет загружено завтра, предложить сделку по одному активу, который торгуется в Admirals, это тоже важно, потому что, к сожалению, мы не все активы можем рассмотреть. Александр торгует преимущественно на Америку, да, у нас есть большое количество инструментов, но, к сожалению, тоже не все, там было пара предложений, как раз даже одно предложение, то есть того актива, который с ней торгуется, поэтому вы можете проверить у нас на сайте, ну или если вы уже клиент Admirals, то в любом случае вы уже можете проверить также в платформе. Нужно предложить цену входа, то есть по какой цене вы выходите в IT, ну, соответственно, сам актив, акция, ETF, валюта, индекс, то есть все, что для вас интересно торгуется в Admirals. Точка входа, цена для стоп-лосса, цена для тейк-профита и написать дату, когда вы размещаете этот пост, то есть если вы, допустим, пишете 23 февраля, да, то есть а сделка у вас пока еще не открылась, да, то есть она может открыться 28 февраля, да, или там 1 марта, то есть мы берем, будем просто смотреть по графику от той даты, на которую вы написали, то есть вот 23 февраля, и с этой даты мы смотрим, соответственно, цену, поэтому пишите дату поста или дату сделки, то есть если вы ее уже предполагаете, допустим. Сделка должна сработать как раз вот как мы смотрели, то есть мы отдаем предпочтение тем, чья сделка закрылась по тейк-профиту, ну и, соответственно, по той сделке, к которой мы видим большую прибыль, соответственно, сделка должна сработать с 24 февраля, то есть это завтрашний день, до 29 марта, это за один день до нашего следующего вебинара, ну, по крайней мере, там у нас закончится торговать Америка, то есть вот в этот период времени, то есть времени чуть больше месяца. Соответственно, еще важный момент, комментарии нельзя редактировать, если там будет пометка, что комментарий был отредактирован, то такие сделки мы в учет не берем. И также мы будем рассматривать сделки даже если приходят по дублированию, ну, то есть по одинаковым инструментам, потому что по ним может быть разное время, то есть разные точки входа, точки выхода, поэтому здесь, в принципе, мы раньше на это обращали в предыдущих конкурсах, то сейчас это можно оставить и на это внимание не обращать. Вот, ну и, собственно, тоже пример, чтобы у нас он остался в записи, да, вот еще раз я покажу тех участников, кто у нас присылал как раз бумаги для конкурса, ну, и я думаю, что так было бы тоже всем наглядно и понятно. То есть вот у нас бумаги, которые были присланы, да, то есть есть позиция в лонг, есть стикер, дата, когда, с которой мы смотрим, да, то есть цена входа, мы проверяем, была ли исполнена сделка или нет, да, то есть здесь мы видим, что все сделки на сегодня не были исполнены, а дальше проверяем статус на, соответственно, на день вебинара, да, то есть работал стоп-лосс, take profit, или сделка до сих пор активна, да, то есть мы видим, что у нас были сделки, которые предложены, нам тоже шорт по Robinhood, который все еще активен, да, то есть порядка 11%, но сделка еще не открыта, не закрыта, поэтому мы как раз даем предпочтение тем сделкам, которые были закрыты. И как раз вот один из участников, который, хорошо, что он был на нашем вебинаре, действительно, я мог ошибиться, да, то есть заполняя весь этот, все эти данные сегодня, и, ну, собственно, ваша сделка была крайняя в этом списке, поэтому хочу со своей стороны сказать, что у нас в этом случае получилось два победителя, да, то есть вот акция BILI и по MU, обе из них 17%, поэтому книги мы отправим тогда обоим участникам, да, то есть я прошу прощения, что допустил, да, эту ошибку, но все остальные акты бумаги я уже тоже перепроверял, но в любом случае приходить на вебинары и вот видеть подобные моменты тоже хорошо, поэтому всегда рекомендуем тоже посещать наши вебинары онлайн, и, соответственно, если вы на него уже зарегистрировались, то сможете посидеть и следующий, а те, кто смотрит нас на YouTube-канале, ссылка на регистрацию тоже будет в описании к этому видео, поэтому не забудьте поставить лайк, оставлять ваши комментарии, кстати, и также ваши вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях к видео на YouTube-канале, потому что Александру я их присылаю заранее, да, чтобы у него была возможность их посмотреть, подготовиться и в режиме буквально там 10 минут на них ответить, чем читать их из чата, поэтому здесь это тоже важно, чтобы вы их оставляли непосредственно на YouTube-канале. Поэтому с моей стороны это все, ваши вопросы тоже можете писать под видео, завтра мы его загрузим, поэтому всем желаю хорошего вечера, хорошего месяца, то есть хороших сделок, ну а мы с вами увидимся уже через месяц, посмотрим, что происходит на рынке и получим, как всегда, важные советы от Александра для того, чтобы мы смогли нашу торговлю улучшать. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok